Всем привет и добро пожаловать на мой канал. С вами снова я, Чижова Милена. Это видео будет довольно необычное, но по сути, которое обязательно должно быть на моем канале. В этом видео я бы хотела рассказать вам о красоте, поделиться секретами красоты, как заставить людей думать, что вы красивы, что сделать для того, чтобы действительно стать красивее и вообще в принципе о красоте. То есть я дам вам какие-то практические упражнения и советы, с помощью которых вы можете выглядеть намного лучше и красивее. Но перед тем, как просмотреть это видео, обязательно перейдите на канал Виктории Юшкевич, совместно с которой мы снимаем это видео. Прекрасная Вика расскажет вам о красоте с точки зрения психологии. И это очень интересно, обязательно посмотрите, потому что это наиболее важно. И после теории переходите к практике. Ну а если вы уже посмотрели видео Виктории и поняли все о красоте с точки зрения психологии, то давайте приступим к практике. Поехали! Итак, для начала я тоже расскажу вам немножко теории. У всех от природы дана собственная красота. Не бывает некрасивых людей, бывают те, кто за собой не следят, либо же не делают так, чтобы они выглядели красиво. Что я под этим подразумеваю? Смотрите, есть много-много факторов, которые влияют на нашу с вами внешность. К примеру, если вы постоянно грустите, у вас очень много стрессов, вы недосыпаете и куча всего подобного, то и, соответственно, это все отражается на вашей внешности. Все ваши недосыпы отражаются в кругах под глазами, в мешках под глазами. Все стрессы, переживания, постоянное плохое настроение и все прочее, оно быстрее вас старит. Вы становитесь совсем непривлекательными. Из этого исходит первый совет. Постарайтесь переживать как можно меньше стресса. Конечно, это практически невозможно, это очень тяжело, но если вы научитесь справляться со своими какими-то недоразумениями, со своими проблемами и будете как-то с точки зрения юмора к ним относиться, это будет намного проще. Жизнь будет проще, вы будете привлекательнее, потому что ваша кожа, ваше лицо, ваша постоянная улыбка будет символизировать о том, что вы красивы, вы счастливы, а счастье это и есть красота. Обязательно высыпайтесь и вы будете выглядеть на все 100. То есть, ваша внешность будет реально намного лучше, чем обычно, потому что все вот эти факторы, которые я перечислила, действительно влияют на нашу внешность и заставляют выглядеть нас хуже, чем мы есть на самом деле. Поэтому прямо сейчас улыбнитесь и начните менять себя к лучшему и выглядеть лучше. Про лицо я все сказала, далее переходим к телу. Тело. У каждого свои идеалы, но чтобы их достичь, нужно правильно питаться, регулярно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Тогда у вас тело будет красивое, соответственно и вы будете тоже красивее. Занимайтесь спортом, бегайте в свободное время, кушайте более правильную пищу. Я не говорю вам отказаться вообще от фастфуда, от всех ваших вредных привычек, но если бы вы хоть чуть-чуть уменьшили дозу всяких бургеров, тому подобного, алкоголя и прочего, то вы бы были намного лучше. И опять же, ваше тело более привлекательное, вы начинаете сами себе нравиться и вуаля, вы становитесь все красивее и красивее. Дальше ваши волосы. Никогда не позволяйте доводить свои волосы до такого состояния, что они ссальные, жирные, просто непонятно, что на голове, потому что какие бы вы ни были красивые, ваша грязная и неопрятная голова очень отталкивает, и все впечатление о вашем, к примеру, безопречном лице и классной фигуре портится. Также следите за чистотой зубов и ногтей, и рук в принципе. Руки тоже показатель красоты. Если женщина-девушка-девочка ухаживает за руками, значит, она делает себя красивее, и поэтому это тоже показатель того, что вы красивы. В первую очередь, всегда все обращают внимание не прямо на лицо, а именно на волосы и руки в основном. Поэтому, если у вас ухоженные руки, то 100% что вы ухожены в целом, и это здорово. Теперь я хотела бы поделиться с вами несколькими лайфхаками, как выглядеть лучше и как заставить остальных думать, что вы очень красиво выглядите, даже если, возможно, это не так. Как вы хотите услышать, сейчас я с вами поделюсь. Итак, первое. Мешки под глазами. Если у вас синяки и мешки под глазами не от того, что вы не досыпаете, либо у вас просто нет средств на то, чтобы от них избавиться, либо покупать какие-то дорогие средства для того, чтобы избавляться от них, то я вам расскажу способ, который доступен просто каждому человеку, и который избавит вас от них, ну, хотя бы на день точно. Если выполнять данную процедуру каждое утро и каждый вечер, то вы не будете сталкиваться с тем, что у вас будут круги под глазами. Вам интересно? Тогда делюсь. В общем, просто когда вы проснулись, умылись и уже в себе как бы, когда именно вы проснулись, вставайте к стеночке на руки и постойте так полминутки, так 40-50 секунд, и все. Затем попейте воды, и как только вы постояли вниз головой, получается, стойка на руках, облокачивайтесь на стену, если вы не умеете стоять на руках, никто не говорит, что вы должны прям вот стоять на руках. Кровь приливает к голове, у вас тут все циркулирует, и мешочки заполняются, и все становится ровненько и красивенько. Вот такой лайфхак. А также перед сном никогда не пейте много воды, потому что на утро у вас будут просто отеки под глазами, и вообще, в принципе, отекшее лицо, и все будет отекшее. Вам оно надо? Нет. Поэтому, если вы не знали, лучше больше пейте воды утром, а не вечером. Если вы хотите, чтобы ваше лицо выглядело немножечко худее и подтянутее, то выполняйте массаж лица. Такой массаж можно найти легко на любых сайтах в интернете, везде он есть, просто как бы можете, даже не зная самой сути массажа и массажа в целом, просто вот так вот массажировать ваше лицо, именно нажимая, можете делать это со скрабом, с каким-то увлажняющим кремом, и тогда эффект будет умножаться вдвое. Ваша кожа будет напитанной и будет подтягиваться, потому что вы как бы делаете массаж, потому что вы опять все циркулируете, и кожа находится в тонусе. Теперь небольшой лайфхак, связанный с губами. Если вам от природы не даны красивые, пухлые, большие губы, о которых мечтают многие девушки, то я знаю, что делать. Просто утром, когда вы умываетесь и чистите зубы, возьмите ту же щетку и, не сильно, не переусердствуя, почистите ей губы. Да, прям берете и чистите вот так вот губы, чистите, чистите, прямо желательно, чтобы щетка была не супер мягкой, иначе не получится, но и не очень жесткой, иначе вы просто себе все разделете на лице, то есть чувствуете меру. И вы вот так, ну, минутку почистите, кровь опять же приливает губам, и они становятся на глазах пухлее, больше, и сочнее, как будто вы их накрасили тинтом. Они прям такие розовенькие-розовенькие становятся, и это реально классно. Если же вам этого не хватает, и вы хотите еще больше губки, то я тоже знаю совет, он уже более относится к макияжу. Купите помаду и карандаш, можете даже просто карандаш, который светлее ваших губ, но нюдового натурального оттенка. Вот сейчас у меня как раз такая помада, и такой карандаш на губах. И когда вы будете обводить ваш контур, чуть-чуть зайдите за него, и так как карандаш светлый, он даст вам скорректировать губки, как вы хотите, очень незаметно, вообще незаметно. Вы думаете, у меня такие пухлые губы? Пффф, нет. Конечно, нет. Поэтому я делаю их такими, какими я хочу их видеть, с помощью макияжа. Это весь секрет. А далее вы уже можете помадой их накрасить, кисточкой все растушевать, и будет реально очень классно, особенно после процедуры, когда вы их почистили щеточкой. Как сказала в своем видео Виктория, красота – это симметричность. Как сделать симметричное лицо? Ведь все мы несимметричны вообще по природе. И здесь тоже ответ – это макияж. Берите бронзер, румяна и скульптурируйте ваше лицо. Это очень просто, и вам всего лишь нужно взять, к примеру, бронзер, который темнее вашего лица, но ни в коем случае не рыжий, и не прям такой темный-темный, чтобы этого не было видно. И вот, к примеру, под скулой вы здесь проводите, растушевываете вот так вот, и сюда, то есть, колбу и сюда, колбу и сюда. Можете прикусить щеки вот так и красить, чтобы вам было видно, где вы должны нанести бронзер. И также с этой стороны, то есть, прямо под румянами и сюда, растушевывая прямо вот так вот колбу. То есть, у вас такой полумесяц должен получиться. Это делает лицо уже, скулы выразительнее, и лоб тоже уже. У многих проблемы высокого лба, как и у меня, поэтому, если вы хотите сконтурировать и лоб, просто пройдитесь по линии роста волос, прямо вот здесь, бронзером, и все, ваш лоб будет казаться уже. А также, я не рекомендую челки, особенно такие просто прямые, у кого высокий лоб, потому что, вам кажется, что вы закроете ваш лоб этой челкой, но на самом деле, длина челки будет прямо подчеркивать, что у вас высокий лоб, поэтому нет челка. Также бронзером вы можете скульптурировать и щеки, овал лица, если вы будете проходиться прямо по контуру, по челюсти вашей, так сказать, вот здесь, прямо вот так вот кисточкой, то есть, прямо вот так вот вокруг. Также, маленькими кистями вы можете скорректировать ваш носик, опять же, сделать его ровным, таким, как вы хотите, уменьшить, если он не ровный, то есть, асимметричный, сделать его симметричным. Таких уроков в интернете тоже полно, я просто говорю вам, это, что вы можете их найти, если вы не знали о таком. Вот, я могу сделать отдельное видео, если вам интересно, о том, как же корректировать лицо бронзерами, но пока что я вам рассказала, очень надеюсь, что все было понятно. Продолжая говорить о красоте, я могу сказать, что красота, это естественность, но скажите вы, как же краситься, я говорила, прямо только что о макияже, чтобы это было незаметно, чтобы было наиболее естественно, здесь тоже есть ответ. Чтобы все смотрелось гармоничнее и естественнее, чем вы обычно краситесь, просто наносите ваш BB крем, либо тональный крем, спонжиком, слегка смоченным в воде, к примеру, как бьюти блендер, это просто идеальный вариант, вы его смачиваете, выжимаете, чтобы он был чуть-чуть влажным, и тонким-тонким слоем наносите ваш тон. Выглядит вроде как вы красивые, такие накрашенные, но при этом совершенно не видно, что вы накрашены, но тон выровнен, лицо сияет, и это правда очень натурально, обязательно попробуйте, нежели наносить пальцами и кистями, вот это как раз делает маску на вашем лице, и это неестественно, и все это видят, и даже парни, поверьте, они разбираются в макияже, и им все видно. Не обязательно лепить накладные ресницы, жестко красить ресницы тушью, и рисовать массивные стрелки, как у меня сейчас, легче сделать вот, как опять же такой небольшой лайфхак. Просто вместо того, чтобы рисовать стрелки, либо подчеркивать контур ваших глаз черным, просто подчеркните слегка тоненькой линией вашу линию роста ресниц. Это будет 100% незаметно, но ваши глазки будут выделены, ваши реснички будут казаться намного гуще, и один тоже нежирный слой туши придаст выразительность глазкам, и это будет просто идеально, больше ничего не надо. Натуральная румяная, такая помада, она смотрится довольно натурально, то есть ничего не скажешь, либо тинт, либо просто бальзам, и это реально великолепно выглядит, и супер-пупер натурально. Попробуйте обязательно, я плохого не посоветую. С макияжем все, теперь еще просто пару советиков. Во-первых, одержите вашу осанку. Никогда не горбитесь, об этом же в своем видео вам расскажет и Виктория. ваша осанка, это ключ к красоте, если вы держите осанку, если вы не горбитесь вот так постоянно, то вы уже выглядите намного красивее и привлекательнее. Ваш запах от вас должно вкусно пахнуть, ну, хотя бы не потом, то есть вы должны быть чистыми, благоухать желательно духами, если вы девушка, если вы парень. Если у вас есть любимые духи, пользуйтесь ими, чтобы вас потом запоминали по аромату, и если вы хорошо выглядите потом, когда человек встретит, допустим, девушку или парня с таким же ароматом, он будет представлять именно вас, потому что, если вас запомнили, когда вы были красивы, и этот аромат, он на подсознательном уровне, человек запоминает вашу внешность и как вы пахнете. И потом, в виде с другими людьми, которые пахнут так же, он будет вспоминать или она именно вас. Это доказано, это действительно так, поэтому, ребят, выглядите хорошо и пахните вкусно. Ну и, конечно же, главное правило, и это улыбка. Я говорила об этом в начале, но я хочу это отнести и к этому концу видео. Улыбайтесь реально, искренне больше радуйтесь, и вы будете, ну, реально намного красивее, намного лучше, лучше вы будете привлекать внимание, людям захочется улыбаться, а если вы излучаете позитив, который ловят люди, которым становится тоже хорошо, они тянутся к вам, и вы для них красивы, вы для них замечательны и прекрасны. Поэтому улыбайтесь, ребята. Улыбка это одно из ключевых правил. Вы можете быть совершенно не накрашены, либо быть накрашены, как я вам недавно рассказала, то есть очень естественно, но при этом, если вы улыбаетесь, вы все равно будете выглядеть сногсшибательно, если это искренняя улыбка. Так что, следуйте моим советам, и вы будете красивы, как никогда. Я надеюсь, вам понравилось, и вы узнали хотя бы парочку новых лайфхаков. Ну, а мы увидимся с вами в следующем видео. Обязательно посмотрите видео Виктории, если вы этого не сделали в начале. Вот оно. Кликайте сюда и смотрите. Оно даст вам очень много полезной информации. Очень много. И вы для себя уже определите, как вам быть, и точно уже будете знать, что делать для того, чтобы выглядеть красивее, как заставить людей думать, что вы красивы, даже если это возможно не так, но я повторюсь, что все, все по природе красивы, нет некрасивых людей, есть просто то, что вам нравится и не нравится, но это не значит, что вы или кто-то другой некрасивый. Вот так вот. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, и подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Спасибо огромное за просмотр. Всем пока!